Гай Юлий Цезарь. Первый триумвират. Диктатура Сулы не вернула мир Римской Республике. Восстания и заговоры следовали одни за другими. В 60-м году до н.э. три римских полководца и политика объединились с целью усилить свое влияние в государстве. Их союз получил название Триумвирата, в переводе с латинского «три мужа». Этими тремя римлянами были Марк, Лициний, Крас, Гней, Помпей и Гай Юлий Цезарь. Крас, победитель Спартака, был самым богатым в Риме человеком. Помпей уже тогда заслужил прозвище Великий за свои победы над пиратами и внешними врагами. Самым молодым из них и пока ничем не прославившимся был Цезарь. Политическая карьера Цезара развивалась медленно. Это доставляло ему немало переживаний, ведь он хотел быть похожим на Александра Македонского. Александр в 30 лет был покорителем мира, а Цезарь в 40 лет пока никем. Но твердый характер и невероятная целеустремленность в итоге сделали Цезаря равным Александру. Цезарь был избран консулом и начал готовить поход против галлов. Завоевание Галли С галлами римляне воевали уже много столетий. Тех галлов, которые жили на севере Италии, римляне давно покорили. Но за Альпами находилась другая галлия, воинственная и непокоренная. Племена галлов враждовали друг с другом. Этим воспользовался Цезарь. В 58 году до н.э. 30-тысячная римская армия начала завоевание Галлии. Цезарь поодиночке разбивал гальские племена и продвигался все дальше и дальше, пока не дошел до моря. Но и море его не остановило. Он дважды переправлялся в Британию, но завоевать островов не смог. Галлия стала римской провинцией, везде насаждались римские порядки. Тогда, в 52 году до н.э. галлы объединились и подняли восстание. Они стремились разбить римские легионы поодиночке. Но Цезарь не позволил им это сделать. Он собрал вместе всю армию и нанес Галлам сокрушительное поражение. Галлия подчинилась Риму. За свою жизнь Цезарь выиграл множество сражений. Нередко митвы были упорными и кровопролитными. Но однажды рассказ о победе составил всего три слова. Пришел, увидел, победил. Жребий брошен. Все эти годы Цезарь внимательно следил за тем, что происходит в Риме. К 49 году до н.э. Триумвирата уже не существовало, ведь Крас погиб на войне с Парфянами. Помпей сблизился с Сенатом и фактически правил Римом. Отношения между Цезарем и Помпеем резко ухудшились. Тем временем Сенат потребовал, чтобы Цезарь распустил свою армию и как простой гражданин вернулся в Рим. Но Цезарь не подчинился приказу Сената. В январе 49 года до н.э. он перешел со своей армией через реку Рубикон, отделявшую Италию от провинций. Жребий брошен, произнес Цезарь. Он понимал, что впереди его ждет или победа, или гибель. Началась новая гражданская война. Помпей не ожидал такой решительности от Цезаря и бежал в Грецию, где стал собирать против него армию. В августе 48 года до н.э. в битве при Фарсале Цезарь разгромил Помпея. Тот бежал в Египет, где был убит. Но на этом гражданская война не закончилась. Еще дважды пришлось Цезарю сражаться со сторонниками Помпея в Африке и Испании. И оба раза победа была на стороне Цезаря. В 45 году до н.э. гражданская война завершилась его полной победой. Преследуя Помпея, Цезарь прибыл в Египет. Здесь он встретил 20-летнюю дочь царя Клеопатру. Красота и ум девушки очаровали полководца. Цезарь провозгласил Клеопатру царицей Египта. Друзья Цезаря не без труда уговорили его расстаться с Клеопатрой и вернуться в Рим. Но вскоре египетская царица сама приехала к Цезарю в Рим. Античные историки свидетельствуют, что она уговаривала Цезаря отправиться в Египет, провозгласить себя царем и сделать Александрию столицей новой державы. Гибель Цезаря разрушила ее планы. Диктатура Цезаря. С 48-44 годы до н.э. Сразу после битвы при Фарсале Цезарь был провозглашен диктатором. Но в отличие от Сулы, Цезарь не стал казнить своих врагов. Наоборот, он объявил о политике милосердия и простил всех, кто воевал против него. Цезарь больше не думал о мести, а о преобразованиях. Он стал раздавать права римского гражданства жителям провинции и запретил собирать налоги, больше установленные законом нормы. Он отправлял легионеров, закончивших службу в армии, жить в провинции. Цезарь мечтал об укреплении внутреннего единства римской державы, о дальнейшем расширении ее пределов. Многие реформы надолго пережили Цезаря. Например, реформа календаря. Раньше римляне пользовались лунным календарем. По указанию Цезаря был составлен новый календарь, получивший название Юлианского. Он не утратил значения до сих пор. И ты, Брут. В начале 44 года до н.э. против Цезаря возник заговор. Замыслы диктатора были смелыми и грандиозными. Они напугали многих римлян, даже друзей Цезаря. К тому же в Риме упорно ходили слухи, что Цезарь хочет объявить себя царем. Во главе заговоров стали Марк Брут и Гай Кассий, воевавшие против него и прощенные им 15 марта 44 года до н.э. На заседании Сената Цезарь был убит. От разных людей диктатор получал предупреждение о заговоре, но преневрек ими. Как только Цезарь вошел в здание Сената, заговорщики набросились на него. Цезарь вначале пытался защищаться, но вдруг он увидел среди нападавших Марка Брута. Со словами «И ты, Брут», Цезарь пал под ударами убийц. Цезарь показал римлянам путь выхода из кризиса, но он опередил свое время. Римляне не хотели делиться гражданскими правами с провинциалами и жить с ними на равных. Риму нужен был человек, который умело соединил бы уважение к республиканскому строю с реформаторской деятельностью. Вторая гражданская война в Риме шла между Помпеем и Цезарем. По примеру Суллы, Цезарь установил в Риме диктатуру. В отличие от Суллы, Цезарь был милосердным правителем. Он хотел не возродить старую республику, а создать в Риме новое государство.